Привет, радужные дикобразы! С вами проект Муай Тай Сикея и я Варченко Виталий. Это видео будет для вас как вокзальный беляж. Один раз посмотрите, а помнить будете всю неделю. После моих обзоров на мастеров кунг-фу, в которых они позорно проигрывают в одну калитку всем, кому не попадет, ссылки есть в описании под видео, эти небесные тигры активизировались и через энергию космоса прислали мне видео, в котором великий мастер тай-чи просто разрывает бойца Муай Тай и показывает секретную древнюю технику в реальном бою. Когда я увидел этот бой, то сразу хотел купить билет на самолет и срочно отправиться в Китай, чтобы лично пожать руку этому подземному дракону в белом халате. Но, к сожалению, авиарейсы сейчас запрещены и все, что я смог, это передать ему привет в глубокой медитации через астральное тело. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. А теперь давайте перейдем непосредственно к бою и более тщательно проанализируем, что же это за роборубка произошла. Начало боя меня сразу шокировало. Таких лоу-киков от мастера я в жизни не видел. Тайцу явно повезло, что мастер его не достал. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец Муай Тай отлетает на несколько метров. Правда, мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны, несмотря на то, что мастер Тайчи шел на него тупо по прямой, даже не уходя с линии атаки. Обратите внимание, как действует энергощит мастера. Тайский боец даже не может прикоснуться к нему, а постоянно машет по воздуху, как руками, так и ногами. Может, ему не сказали, что это спарринг, а небось с тенью. А вот мы видим мощнейшую раскрутку, которая нацелена четко в пятую точку мастера. Но не тут-то было. Всех мастеров с детства обучают защищать свое седалище, поэтому они держат руки опущенными. А захват просто феноменальный. Как кенгуру хватает за хвост непослушного крокодила, так и наш мастер швыряет бойца за ногу. Боец Муай-тай наносит феноменальные серии ударов. Правда, все они летят по воздуху, но тут ничего не поделаешь. Мастер Тайчи четко работает по бесконтактному бою и просто не дает возможность подойти к себе. А дальнейший бросок под рукой просто невероятный. Сближение с прикосновением святых ладоней пяти скорпионов и боец Муай-тай отлетает на 2 метра. Хорошо, хоть его ментальное тело не улетело в астрал. То, что сейчас произошло, мне вообще тяжело комментировать. Мастер Тайчи решил помочь встать бойцу Муай-тай, но тот схватил его за ногу и начал пытаться бороться. Наверное, это все контузия от предыдущего удара. Но мастерское распределение энергии и таяц улетает сам. Боец Муай-тай со злостью бросается на мастера и наносит феноменальную комбинацию из пяти ударов. То, что она была по воздуху, мы не заметим. Но тут карающий кулак справедливости мастера наносит жесткий удар в третью чакру и наш боец беспомощно падает на татам. После этого боя наш мастер с трудом отбивался от толпы новых учеников, которые захотели познать все секреты боевого Тайчи. Но он их раскрывал только после пяти лет прилежных проплат за абонемент. А ты бы рискнул выйти на бой против такого мастера? Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и поделись этим видео с друзьями. Пускай возверуют в силу истинного кунг-фу. А если ты хочешь продержаться хотя бы пару секунд против таких мастеров, в этом тебе помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру, он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень. Контролем среднего уровня предплечья. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу. А теперь перейдем к нашему невероятному бою, в котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все таки происходит. Но вот в реале этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего каратэ скатаны, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну, а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Наш Райан тренировался целых три месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом, как есть, он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба. Когда любуются бесконечностью звездного неба... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! То есть здесь техники набегания. То есть я стою, да, и пошел. Вот она, разница. Видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, что полюбей... Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. то есть там нету в настоящем бою вам в кино показывают а-а-а аля кинокомедия вот настоящий бой он вот он пошел понимаешь то есть ты крутишься в толпу залетел и пошел убивать просто да то есть там тебе думать то особо не приходится да то есть ты вошел в толпу и пошел вот смотрите вот возникает штанга вот и вот здесь вот где-то потянули да где-то потянули то есть выбили нижний шар выбили нижний шар шар ушел и здесь возникла штанга чтобы раскоординировать да вот тут как-то схватиться не всегда человека получается ну что он жену да потому что я бью по нижнему шару и вот теперь штангу на себя и он с отлично пошел нижний шар прочь то держит штанга понимаете поэтому вывести человека сложно уже ноги у него это вот таким вот способом простым раз и вот штангу потянул за собой и вот он у нас перед тобой это вот энергетический бесконтакт то есть выведение из равновесия то есть сейчас это было что резонансный удар ногой в шар как бы я почувствовал что резонансная волна началась вот здесь как бы вылетела в шар выбила его по мячу об не что а как а Продолжение следует...